Доброе пятничное утро! Республика в эфире главного национального канала программа «Новый день». Сегодня 26 июля, пятница на календаре. И сегодня с профессиональным праздником мы поздравляем всех системных администраторов. Что касается парашютистов, это необыкновенные смелые люди, а их желание испытать себя в свободном полете называют искренним восхищением. Сегодня мы поздравляем всех парашютистов с праздником. Кстати, мне когда-то однажды посчастливилось прыгать с парашютом, о чем я ни на минуту не пожалела в своей жизни. Человек всегда ставит перед собой высокие цели, покорить небо. И это случилось и со мной. Исходя из опыта, я хочу сказать, что очень важной ролью в совершении прыжка имеет погода. Ее состояние, направление ветра, что готовит нам предстоящий день, возможно ли сегодня прыгнуть с парашютом, узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Сегодня в Центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 5, плюс 11 градусов. Днем ожидается плюс 28, плюс 29. В Заречии утром плюс 7, плюс 21. Днем плюс 23, плюс 29. В Южных утром плюс 9, плюс 10. Днем до плюс 18, 23 градусов. В Вилюйских улусах утром плюс 10, плюс 15. Днем плюс 29, плюс 31. В Нижнеленских улусах плюс 11, плюс 17. Утром днем плюс 24, плюс 28 градусов. В Западных улусах утром плюс 11, плюс 16. Днем плюс 28, плюс 29. В Колымо-Индигирских улусах плюс 4, 12. Утром днем плюс 11, местами 24 градуса. В Янских улусах плюс 7, плюс 17. Утром днем плюс 8, плюс 22 градуса. В северо-западных улусах утром плюс 6, плюс 12. Днем плюс 6, плюс 10 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 10 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Без осадков ожидается днем. Температура воздуха составит плюс 29, плюс 31 градус. Ну а далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Уровень рождаемости в Якутии, въезд на Мальдивы без виз и о чем мечтают россияне. В эфире новости с самыми заметными событиями этого утра. В студии Василия Радченко. Здравствуйте. В стране предлагают упростить процедуру поиска пропавших детей. Полиции могут разрешить искать потерявшихся по данным с их мобильных телефонов до получения разрешения суда. Проект закона уже одобрен со Федом и теперь дело осталось только за подписью президента. Он даст полиции право запрещать данные геолокации без разрешения суда. Но при согласии родителей или опекунов ребенка. При этом полицейские должны будут уведомить суд о начавшихся поисковых работах. Немного статистики. За последние пять лет в России искали 40 тысяч несовершеннолетних. Из них 13,5 тысяч это малолетние. Новый проект должен улучшить эту статистику в разы, считают авторы. Рождаемость в Якутии снизилась на 23%. Таковы данные по информации Минтруда региона за последние пять лет. Особую тревогу у властей вызывает сокращение числа рожденных первых и вторых детей. Показатель мог быть еще хуже, если бы не предпринимаемые в республике меры поддержки материнства и детства. Достаточно взглянуть на цифры центральных регионов страны, где картина еще более удручает. Но ситуацию исправлять нужно и за исполнением нацпроекта «Демография» теперь будут следить еще более пристально. Между тем в Якутии будет создан второй национальный парк «Кыталык». Общая площадь его составит почти 2 миллиона гектаров. Новый парк сохранит северные виды редких животных и птиц. И на территории Алаховского района завершаются работы по его созданию. Проект соответствующего постановления правительства России направлен на согласование в органы исполнительной власти. А также уже получил поддержку Международного фонда сохранения стерка. Россиянам разрешили отдыхать в еще одной стране без оформления виз. Теперь наши граждане смогут находиться в Мальдивской республике без дополнительных документов в течение 90 дней. Россиянам достаточно предъявить для поездки действительно заграничный паспорт, дипломатический или служебный документ. Ранее было разрешено пребывать на территории республики без визы только 30 дней. Но русский человек мечтает не об отдыхе на чужбине, а о собственной даче. Такое желание, по данным очередного соцопроса, изъявили 30% россиян. При этом в их представлении дом должен быть оборудован коммуникациями и находиться не очень далеко от города. Большинство опрошенных заявили, что желание купить дачу связано с выращиванием фруктов и овощей. На втором месте для отдыха и развлечений, а на третьем месте оказался интерес заняться декорированием. Отказ от покупки дачи связан с нехваткой средств 19% или состоянием здоровья 16%. В гидрометцентре, между тем, предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России. Если на юге просто спадет жара и температура станет более комфортной, то в средней полосе и на севере, а это от Колымского полуострова до Средней Волги, значения средней суточной температуры в начале следующей недели не дотянут до нормы в 4-7 градусов. А от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура окажется ниже нормы на 8-10 градусов. На крайнем севере и северо-восточно-европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. А к этому часу у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем наш эфир. В Якутске традиционно открылась центральная приемная комиссия организаций среднего профессионального образования. В этом году представлены 19 колледжей и техникумов в республике, которых выделено 2678 бюджетных мест. Приемная комиссия будет работать до 23 августа. Сегодня у нас представители учреждений. Рада представить вам преподавателя Нью-Рюнгринского медицинского колледжа Екатерину Митину и Луизу Николаеву, ответственного секретаря приемной комиссии Харбалахского образовательного комплекса имени Мординова Ама-Атчегия. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Расскажите, какие новшества ожидаются в этом году? Вы знаете, наверное, самое главное новшество – это то, что абитуриенты, будущие студенты, могут подавать заявление теперь через портал, также обращаясь на горячую линию. То есть нет необходимости приходить в учебное заведение, чтобы подавать документы, а достаточно того, чтобы можно просто позвонить или просто через интернет отправить свои документы. А вот каким образом, интересно, через интернет, в привычном нам деле приносят люди как аттестат об окончании, результаты своих едино-государственных экзаменов с данных. Каким образом заполнять все это электронно? То есть вбивать данные, да, получается? Заходит портал, и там все свои данные. Все данные и результаты, да? Ну да, на каждом сайте каждого колледжа существует сайт со вкладками «Абитуриент», и в этих вкладках составляется пакет документов, которые абитуриенты могут скачивать, тут же заполнять, сканировать и отправлять снова на сайт колледжа. Все потом извлекается из электронной почты и вбивается в общий сайт физ.г.а. Какие специальности представляют учреждения в этом году? И имеются ли какие-то новые, возможно? Нерингвинский медицинский колледж представляет две специальности. Это лечебное дело, квалификация фельдшер, и сестринское дело, квалификация медицинская сестра и медицинский брат. Срок обучения на сестринском деле по специальности сестринское дело составляет 2 года 10 месяцев. Общий набор составляет 100 абитуриентов, а лечебное дело 50 абитуриентов в этом году набор и специальность фельдшер. Луиза Яковлевна? В Харбалахском профессиональном лисее в этом учебном году набирает группу пожарных после 9 класса, пожарных и машинист на открытых горных работах. Срок обучения 2 года 10 месяцев, и по заказу Татинского улуса в этом учебном году новый набор будет. Это группа мастер-производственного церковозяйственного производства. А какие наиболее популярные специальности у комплекса? Пожарные. Почему молодые люди идут в пожарные? Это, видимо, очень востребованная сейчас профессия. Поэтому набор очень по конкурсу идет. Наверняка многих абитуриентов, будущих студентов, и, конечно же, не меньше волнует и родители их, насколько возможно им в будущем трудоустроиться. Какая ведется работа учреждений совместно с работодателями в будущем? Ну, вы знаете, практически 80-90% выпускников у нас трудоустраиваются. Заявки нам поступают абсолютно со всей республики. То есть это различные медицинские учреждения, которые прям присылают нам численность. Это улусы, это республика вся. И выпускники у нас довольны абсолютно своим трудоустройством. Кто-то возвращается домой, а кто-то остается в Нерюнгринском районе. Ну, кто-то приезжает в республику непосредственно в центр. У нас также по трудоустройству все 100% трудоустраиваются. 100% да? Да. Отлично. Екатерина Анатольевна, что касается вашего учреждения, да, у вас какие наиболее популярные профессии медика, это понятно, но куда чаще все-таки идут? И каков процент девушек, молодых людей? Ну, знаете, да, как бы медицинская специальность, это та специальность, при которой дороги открыты абсолютно везде. То есть это массажист, это косметолог, это медицинская сестра, допустим, кабинета приема стоматолога, медицинская сестра хирургического профиля. И, ну, конечно, процент, наверное, процентов 70-80 это все-таки девушки. Ну, все-таки девушки, белый халат, это красиво, они ходят белоснежные у нас. Порой даже вот она только пришла поступать, подавать документы, да, а ты уже своим профессиональным взглядом можешь оценить то, что, ну, возможно, это будущий даже врач. То есть они начинают с колледжа и проверяют, так сказать, свои силы, да, непосредственно подходят к тому, что они выбрали, сделали правильный выбор, выбрали нужную профессию. И дальше идут уже осознанно получать высшее образование, специальность врача. Ага, что ж, огромного, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Напомним, до 25 августа, да, идет прием. Ага, приглашаем всех абитуриентов в учреждение. Еще раз спасибо. Международная исследовательская школа уже не в первый раз развернула свою деятельность в селе Чапаево, Хангаласского Улуса, где собрались юные исследователи со всей республики и даже далекого Гонконга. Подробности в следующем материале. Шесть юных исследователей под руководством двоих наставников разрабатывают проект «Умная теплица», которая сама будет следить за влажностью воздуха и почвы. Концепция «Умная теплица», которая сама себя поливает, если почва становится сухой. Еще она должна показывать свои данные на дисплее. Например, температуру, влажность воздуха и влажность почвы. Сейчас у нас готово на 30%. Мы подключили блок питания, мы подготовили резервуар. И в будущем мы планируем подключить компьютер. Сейчас мы реализовали систему автополива, но она пока что работает вручную. Так как я сам иногда тоже поливаю теплицы, и мне это надоедает иногда. Умная концепция мне помогла бы в жизни. Всего один из проектов по трем направлениям – гуманитарное, естественно-научное и техническое. Направляют детей тьютер-наставники, молодые ученые. Мы занимаемся экологией. То есть дети собирают в озерах гидробионтов, определяют их. И на основании списка видов, которые они определили, они делают заключение о чистоте и разгрызенности данного водоема. Всего мы исследуем 3-4 водоема, и по каждому из них мы определим класс чистоты. Согласно международным методикам, методикам Майера, методикам Удивиса. Вот этим он, собственно, занимается здесь дети. Для тех, кто увлечен наукой и владеет английским языком, Малая Академия Наук не первый год организовывает международную исследовательскую школу. 68 детей со всех уголков республики, в том числе целая делегация из Гонконга. Гонконг является технологическим городом, в котором много машин и развитая технологическая структура, но по большей части отсутствуют именно природные ресурсы. Хотелось бы отметить, что в Якутии очень много природных ресурсов, что делает это место особенным. Формат этой школы подразумевает то, что здесь нет соревновательного характера, то есть нет первого места, второго, третьего. То есть для детей главное сделать качественный проект, который не обязательно, чтобы результат был какой-нибудь материальный, а главное, чтобы дети сами научились проводить исследования. Это дети, которые имеют определенную базу, но с нуля уже начинают свой проект. За небольшой срок школьники осваивают все стадии научно-исследовательского процесса, от постановки целей до формулирования выводов. Возможно, через несколько лет увидим имена сегодняшних учеников Якутской международной исследовательской школы в числе ведущих ученых страны и мира. Мария Павлова, Дмитрий Сергучев, Новый день. Доброе пятничное утро, 26 июля на календаре. И в этот день, в 1930 году, группа советских летчиков-парашютистов совершила серию прыжков с самолетов. Это событие положило началу массовому развитию парашютизма в Советском Союзе. В честь этого события ежегодно, в этот день, 26 июля, профессионалы и любители парашютизма отмечают свой профессиональный праздник. День парашютиста, который пока не утвержден законодательно, но известен и широко празднуется среди парашютистов. Подробности в следующем сюжете. Развитие парашютизма в Якутии началось с 1943 года и связано с подготовкой якутских летчиц под руководством мастера СССР по парашютному спорту Аркадия Ярова. Подготовка парашютистов в Якутии осуществлялась Обществом содействия обороне, авиационному и химическому строительству, который в 1951 году преобразовался в добровольное общество содействия армии авиации. В 2011 году в Якутии была учреждена Федерация парашютного спорта Республики Саха-Якутия. Это единственная организация в нашей республике, которая аккредитована Министерством по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия выполнять прыжки с парашютом. Самый свой пик, наверное, достиг это все-таки середина 80-х, начало 80-х и начало 90-х. В этот период массовость привлечения людей в парашютный спорт была очень большая. В этот период и я как раз сам начал заниматься парашютным спортом. В этот период практически во всех школах города проводились занятия со старшеклассниками, тогда 9-10 класс. И потом они приходили в ДСАФ, уже там сдавались зачеты, готовились к парашютным прыжкам, выполняли свои первые парашютные прыжки. Тогда охват населения был очень большой. Массовость привлечения, вовлечения в спорт была большая. Сегодня интерес молодежи к парашютному спорту очень большой. Каждый год в федерации выполняется где-то порядка тысячи, может быть, даже больше прыжков. Практически каждый перворазник, который приходит к нам, они вступают в члены федерации. Сегодня охват населения республики у нас очень большой. У нас в федерации сегодня три клуба. Мирнинский, Алданский и Верхневилюйский парашютные клубы, которые по своим программам также готовят. Где-то совместно с нашими, с Ильюйским клубом, мы ежегодно выполняем совместные прыжки. Они приезжают сюда к нам, в Якурск, мы организовываем прыжки. Поэтому деятельность федерации как бы вот исторически идет и развивается потихоньку. Сохранить парашютизм в Якутии удалось благодаря упорству и четкой позиции Якутского авиационно-спортивного клуба. На сегодняшний день интерес к этому экстремальному виду спорта растет с каждым днем и привлекает к себе не только молодых, но и людей среднего возраста. Есть очень много парашютистов, которые сейчас, в том числе, работают в Якутске, на территории республики, в различных поисково-спасательных формированиях. Очень большое количество наших спортсменов являются работниками республиканской поисково-спасательной базы, базирующейся в аэропорту Якутск. Они сегодня же являются нашими инструкторами. Действительно, этот экстремальный вид спорта развивает не только военную дисциплину, но и морально-волевые качества, связанные с сохранением жизни, еще и красивый вид спетичьего полета. Начав заниматься один раз этим спортом, болезнь и желание заниматься не пропадает до конца своей жизни. Парашютистом становится один раз и навсегда. Поэтому еще раз всех с праздником и пожелания всего самого наилучшего. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем наш эфир. Недавно наши спортсмены, наши юные, можно так сказать, спортсмены, вернулись с чемпионата России по легкой атлетике спорта лиц спода. Сегодня у нас в гостях я рада представить Василия Аленова, старшего тренера Республики по легкой атлетике спорта лиц спода. И Викторию Петрову, чемпионку России по толканию ядра, а также двукратную чемпионку спортивных игр народов Республики, которые проходили у нас буквально недавно в селе Амга. Доброе утро, уважаемые гости. Василий, расскажите более подробно о чемпионате, в чем его особенность, где он проходил. Чемпионат у нас прошел с 12 по 17 июля в городе Чебоксары. Статус он нес предотборочный на Паралимпийские игры 2020 года. И по результатам чемпионата Вика выиграла дисциплину толкания ядра. Но так как Вика у нас первый год участвует в чемпионате России, можно сказать, она заявила о себе, о том, что мы в принципе можем претендовать на место в сборной команде. Для того, чтобы попасть на Паралимпийские игры 2020 года российским спортсменам, приложено очень много требований от Международного паралимпийского комитета. Это нахождение в пуле Всероссийское антидопинговое агентство, выполнение норматива к Паралимпийским играм. Также российские требования – это нахождение в топ-4 мирового рейтинга, а также две допинг-пробы соревновательные и внесоревновательные. Очень много требований, да? Ага. Кроме Вики также участвовали, да, и вернулись с отличными результатами и другие спортсмены? Кроме Вики у нас также участвовали Дмитрий Усов с Нюрбинского улуса, он у нас занял второе место в метании копья. Также у нас участвовал, дебютировал во взрослом чемпионате чемпион России среди юниоров Сарглан Семенов. Он у нас показал очень хороший результат в тройном прыжке, занял четвертое место после российских лидеров. И это очень хорошая тоже заявка на будущее, так как наш спортсмен молодой, а лидеры российские у нас уже подходят к своему завершению, наверное, карьеры, поэтому возлагаем на него большие надежды. Ребята, какой возрастной категории получается? По сколько вам? Ну, вообще взрослый чемпионат, там не ограничено возраста, да. Вик, расскажи, ну, как ты, почему выбрала именно этот вид спорта, да? Мы тебя, во-первых, конечно же, поздравляем, такая молодец. Ну, толкание ядра, да, вроде девушка, хрупкая девушка, да, и в такой вид, достаточно серьезный. Ну, вот сначала я занималась волейболом сидя, ну, и сейчас занимаюсь. И потом во время соревнований узнала о толкании ядра, ну, было интересно, ну, попробовала позаниматься, понравилось, и вот результат. И вот результат, да? Это получается, сколько ты занимаешься? Ну, год, только начинаем. А что касается вот тебя лично, да, где ты учишься, какую профессию собираешься получить? Интересно. Профессию уже получила. Работаю в Амгинском Угусе педагогом-психологом Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Ага, так. Ну, работаю и занимаюсь волейболом сидя и легкой атлетикой. Ага. Ну, у тебя какие впереди, скажем, планы, да, на спорт? Все серьезно планируешь? Да, ну, поначалу у меня было не так серьезно. Просто не знала все, ну, что-то как. Потом увидела на соревнованиях, ну, высокие результаты спортсменов. И тоже захотела так, и вот хочу уже серьезно. Уже начинаем. Ага. Василий, какие сейчас стоят планы, да, у вас? Ага. Ну, на следующий год у нас ближайший старт официальный будет в феврале месяце. Со следующего года уже начнется конкретное, да, составление списков сборной. И со следующего года уже в мае месяце будет известен полный состав. До этого момента мы должны как минимум выиграть Кубок России, выполнить норматив паралимпийского комитета и попробовать отобраться в сборную команду. Мы, несомненно, желаем вам только успехов, еще больших побед. Вика, ты еще раз повторюсь, большая молодец, такая приятная девушка. Удачи и еще раз побед нашим спортсменам. Ну, а наша программа подходит к концу. Я желаю вам отличных выходных предстоящих. Используйте каждую минуту оставшегося короткого нашего якутского лета. Проведите его на свежем воздухе, вдоволь накупайтесь. И не прекращайте улыбаться. До свидания. До свидания. До свидания.